здравствуйте дорогие друзья я вера колнукова и я с радостью приглашаю вас на выставку работ андрея дмитрия кончарова в открытый клуб выставка только что открылась у вас есть еще 10 дней для того чтобы ее посетить и вы получите конечно гигантское удовольствие на ней представлены как такие классические работы кончарова узнаваемое его произведение многие из книг им иллюстрированных есть наших домашних библиотеках мы видели их на выставках в 60-е годы в 70-е годы позже но также на экспозиции показаны как бы такие гаммы что ли одна из работ называется гаммы короче говоря кухня крупнейшего отечественного художника советского периода ну что работали в то время прекрасные мастера и учили очень хорошо и их учили прекрасно и они сами были замечательными педагогами главное они думали об искусстве каждый из них строил свою можно сказать даже философию ремесла и мастерства есть сайт посвященный андрея отмечу гончарову очень интересно читать что он писал и например осматривать каталог выставки в открытом клубе и познавательная и мысль двигает и дает конечно совершенно особое представление о и о той эпохи и о путях развития отечественного искусства выставка открывается известнейшими работами гончарова например к первому мая иллюстрациями опубликованы на 1934 году в газете в цик черные фигуры красные флаги все очень в своем времени все очень динамично очень насыщенно и конечно ощущение от этих черно-белых но не считая красных флагов от этих черно-белых изображений ощущение цвета возникает но он и работал на это он насыщал свои изображения экспрессии специально для того чтобы у людей возникало ощущение цветности насыщенности по цвету дальше две экспозиционные панели на одной смонтированы 6 ксилографии к трилогии к драматической трилогии сухого кобылина а на другой 8 ксилографии к приключениям перекрена пикля смолета это очень интересное сопоставление экспозиционное найденной екатериной прокушевым дело в том что и сухого кобылина и смолет говорят о грубости и жестокости жизни но есть колоссальная разница у сухого кобылина жестокой жизни превращается в ужас и в перевернутый мир а у смолетта в юмор смешные характеры и смешные положения и ситуации разницу между вот этим финальным аккордом развития драматической ситуации гончаров передает прежде всего композиционным построением резким драматичным асимметричным для сухого кобылина и таким вполне традиционным фронтальным интерьерным небес изящества для смолетта на той же самой стене размещены иллюстрации к братьям карамазовым достоевского это был спектакль в амхате 1960 года вот тут хочется гончарову самому обратиться это сказано не конкретно о братьях карамазовых это сказано вообще о принципах его работы вчитываясь в сюжет распутывая нити интриги определяя основные характеры действующих лиц художник художник должен отыскать единство пространственного бытия вещей пьесы должен найти отношение действующих лиц к пространству действия и масштаб этих отношений должен найти основу этого пространства и цвет и степень фактурности пьеса работа которая здесь показана это не ксилография это графика и это решение общее решение пространство именно пространство спектакль следующий раздел выставки а надо сказать что все кто посещает открытый клуб согласятся со мной безусловно что в двух небольших залах благодаря интерьеру этих залов можно создать очень разную экспозицию очень насыщенную экспозицию совершенно как в большом зале совершенно с многими смысловыми блоками так вот в следующем таком смысловом и интерьерном блоке показаны с одной стороны работы выполненные в сороковые годы и здесь в основном госпитальная тема люди в госпитале сложной ситуации больные врачи они читают они идут куда-то они слушают друг друга очень интересно на разных листах показано взаимодействие персонажа с газетным листом и на торце висит потрясающей красоты работа маслом которая называется лес утро дзинтари она сделана в 1957 году опять хочется Гончарову дать слово любой даже самый заурядный обыкновенный день нами прожитый может стать интересным для искусства вот этот день который давно прошел и никогда не повторится изображенный на работе Гончарова вы знаете в работе есть даже что-то мунковское я не настолько хорошо знакома с творчеством Гончарова я не знаю знал ли он мунка но во-первых в решении этих потрясающих цветных теней а во-вторых конечно в проблесках неба в самой фактуре изображения есть что-то мунковское дальше мы встречаемся с Гончаровым иллюстратором и наверное декоратором на следующем разделе выставки даны с одной стороны выполнены в 35 году иллюстрации к Гомеру к Одиссеи и Калиаде а с другой стороны работы 1954 года эскиз росписи павильона Дальний Восток на выставке сельскохозяйственной а с другой стороны эскиз росписи в гостинице Варна это 57 и 58 годы извините 54 и 58 годы соответственно чрезвычайно интересно смотреть как меняется вот за 20 лет меняется насыщенность меняется подход изобразительный а иллюстрации к Гомеру выполнены на чрезвычайно интересном художественном языке Гончаров взял вазопись слегка ее трансформировал и у него получились иллюстрации к Гомеру в основном профильные изображения но там есть такие намеки на другой интересный ракурс и вот 50-е годы вот уже чувствуется это как бы оттепи вот это вот уже насыщенное изображение уже оно такое со всякими аллюзиями в западную историю в западную культуру в актуальные тенденции тогда для нас сейчас известные тогда бывшие совершенно новыми конечно дальше мы снова возвращаемся в сороковые годы и узнаем Гончарова акварелист акварели акварели у Гончарова замечательные они висят не в одном месте зала его пейзажи конечно очень тонки колористически выдержаны в такой очень сдержанной и очень многообразной гамме потом снова Гончаров театральный художник на сей раз это уже эскизы костюнов к спектаклю пиквикский клуб к балету вани на вани если кто-то не знает Гончаров и в большом театре тоже работал очень интересно обратить внимание на различие между театральным эскизом и книжной иллюстрацией все-таки для книги преобладает момент изобразительный а для театра момент выразительный при всей условности противопоставления этих двух начал конечно их противопоставлять нельзя как форму содержания в искусстве но тем не менее когда вы только-только войдете в зал вы увидите очень красивую работу Ванчарова маслом бытовая сцена женщина с ребенком маленьким ребенком которую она кормит грудью сидит на такте работа выполнена в такой очень узнаваемой шестидесятнической манере бытовая сцена с очень красивыми локальными цветами и между прочим вот хочется подумать что вот этот бытовой романтизм ведь совершенно ушел из нашей жизни мы крайне редко сейчас работаем интерьеры человек в таком домашнем пространстве как-то крайне редко возникает на полотнах современных художников масляной живописи довольно много ну сравнительно много конечно обращает на себя это такая эстетская такая изысканная с такими отсылками к искусству десятых и двадцатых годов работа интерьер в кресле с собакой очень она выразительная и очень условная и конечно очень привлекает внимание дальше снова студии вот те самые гаммы о которых я сказала в самом начале так называется маленькая работа висящая в самом-самом правом углу но это вообще график разных лет и здесь видно как художник искал вот те самые пластические решения которые потом применял ксилографии и они привлекают внимание очень выразительно конечно таких студий довольно много в экспозициях открытого клуба вообще принято делать показывать и такую самую основную но черновую работу художника здесь это скажем натурные наброски натурщицы обнаженные натурщицы натурщики этим он занимался постоянно все время тренируя руку и глаз ну и завершается выставка опять-таки его известнейшим аккордом таким на большой стене опять-таки его известнейшими ксилографиями ксилографиями причем очень интересно вот например эскиз суперобложки для платона все в общем идентично в изобразительном плане идентично найдена композиция для фигуры самого философа найдена концовочная иллюстрация ордаментальная для оборота но для задней обложки но есть разница в цветовом решении и минимальная разница в размерах и замечательно что они показаны впечатления совершенно разные пойдите и посмотрите на этой завершающей стене сопоставлены работы шестидесятых годов это уже то что я сказала платон рассказы иванова маяковский и кубинский романтизм это шестидесятые годы и семидесятых годов работы это багринский семьдесят второй это цао джи семьдесят третий островский и семьдесят седьмой китс вот видно что время стилистика время времени вносит в работы мастера неуловимая разница есть абсолютно узнаваемый но в работах семидесятых появляется некая такая дробность какая-то излишняя может быть детализированность хотя странно а работа шестидесятых это такой порыв они странным образом отсылают к тому самому первому мая который мы с вами видели в самом самом начале экспозиции словом выставка очень насыщенная она дает пищу для глаза и для ума я приглашаю вас приходите всего вам хорошего